МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главные новости дня в информационной программе События. С вами в студии Александр Новиков. Здравствуйте. Коротко о главном начале выпуска. Митинг-концерт «Вместе за Россию» в поддержку политики страны. Акция от партии «Единая Россия» прошла во всех регионах страны, в том числе и в Брянске. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин. Обеспечение приграничных территорий цифровым телевещанием и ход строительства спортивных объектов в районах области – главные темы еженедельного оперативного совещания правительства во главе с губернатором Александром Богомазом. Первый налет. В Дядьково прошел большой спортивный турнир движение первых. Подробности расскажу я, Ольга Макушникова. Масленичная неделя на кухне Свенского монастыря. Что готовят и с чем подают, расскажу я, Александра Савельева. Митинг-концерт «Вместе за Россию» от партии «Единая Россия» объединил всю страну. Акция прошла одновременно во всех регионах России. В Брянске на концерте в поддержку политики нашей страны выступили артисты МОЗ-концерта. «Вместе за Россию» – слова, которые объединили тысячи людей. Разные поколения и разные регионы. Митинг-концерт партии «Единая Россия» прошел одновременно по всей стране. Центром акции стал город-герой Волгоград, где в режиме онлайн выступил Дмитрий Медведев. И мне очень приятно находиться среди вас, поскольку нас с вами объединяет одна идея. Мы хотим жить в сильной стране. И именно поэтому нам нужна консолидация. Консолидация вокруг лидера, консолидация внутри нашей с вами партии «Единой России». Только в этом случае мы победим. А мы победим, сомнений нет. За победу! За Россию! Ура! В зале дворца имени Гагарина собрались активисты местных отделений «Единой России». Координаторы партийных проектов, сторонники и волонтеры. Все те, кому не безразлична судьба своей страны. Наша страна – это великая мировая держава с динамично развивающейся экономикой. Против ни одной страны мира не было введено столько экономических санкций, как против нас. Но и тем не менее, по итогам прошлого года, по экономическим показателям, мы в развитии экономики, мы первые в Европе и пятые в мире. Благодаря упорному труду нашего многонародного народа и реализации национальных проектов, которые направлены на укрепление нашей страны. Наша партия «Единая Россия» является проводником национальных проектов, которые, как я сказал, направлены на повышение благосостояния и укрепление нашей страны. Мы строим школы, детские сады, по продаже пшеницы в мире мы занимаем первое место. В общем, по продаже продукции сельского хозяйства мы занимаем четвертое место. Когда это было? Когда было? Воды советской власти мы закупали. Про 90-е я вообще не говорю. А мы сегодня, мы держава, которая кормим не только сами себя, но и кормим мир. Динамично развивается промышленное производство. Мы строим дороги, наши общественные территории, строим, капитально ремонтируем больницы, поликлиники, обновляем пассажирский транспорт. И все это стало возможно благодаря руководству нашей страны. Этот год, он объявлен годом семьи. И одна из главных задач, которая стоит перед правительством, которая ставится нашим президентом, это повышение благосостояния семьи с детьми. И за последние годы у нас количество многодетных семей в области выросло более чем на 20%. Это там, где сегодня у нас воспитываются трое и более детей. Сегодня у нас непростые времена. Мы опять защищаем свой суверенитет и свою безопасность. Вот для власти есть задача. Это всестороннее оказание помощи семьям, которые участвуют в специальной военной операции. И мы это делали, делаем и будем делать в дальнейшем. И вот самая главная задача, когда я говорю выше про наших детей, а наши дети – это будущее нашей страны, это будущее нашего народа. Мы должны им передать великую, процветающую, непобедимую и единую Россию. Спасибо. Будущее России – нынешний политический курс. Интерес к политике у сегодняшней молодежи только растет. Важно не только вникать в процессы, но и понимать, как можно помочь своей родине. Молодежи сейчас не безразлична судьба нашей родины. И многие, скажем так, ребята достаточно интересуются и молодой гвардии «Единая Россия». Большинство поддерживает нашу деятельность, включается в работу, принимает участие в различных мероприятиях и форумах. И в нашем регионе именно молодежной политике уделяется большое внимание. В городе мне жить или на высенках, камнем лежать или гореть звездой, звездой. Концерт-митинг в Брянске подготовила культбригада Москонцерта. С начала спецоперации музыканты дали несколько сотен концертов в новых регионах и приграничных территориях. Брянск нам важен как регион, который тоже подвергается нападениям врагов, где для людей такая моральная, психологическая, культурная поддержка будут важны. Мы точно знаем, потому что вот по другим регионам, работая, уже не раз прошли этот путь. Через одну-две песни возникает такая вот общность артистов и тех, кто пришел на концерт, что ни разу мы после выступления не слышали таких, знаете, даже спокойных, каких-то не говоря уж об отрицательных отзывах, типа, зачем приехали. Вот ни разу этого не прозвучало. Наоборот, всегда слова благодарности очень теплые. И мы как начали в 2022 году ездить, так и продолжаем. Приехали специально артисты из Москвы, помимо тех, которые вот путешествовали по регионам в составе культбригады, здесь такой усиленный состав на сегодняшний концерт подобрался. Так что я думаю, что все будет очень здорово и на одном дыхании и с вдохновением. Очень замечательный концерт, который способствует сплочению всех людей. Мы сильны только тогда, когда мы все вместе, когда мы придерживаемся наших традиционных ценностей, это нашей семьи. Когда мы помним нашу историю, нашу культуру, когда мы этим дорожим, и когда мы все вместе, мы тогда сильны, едины и непобедимы. Служить России суждено тебе и мне. Служить России в удивительной стране, где солнце новое встает на небесине. Дмитрий Газин, Сергей Севастьянов, Александр Власов, Виктор Левченков, Анатолий Чекрыгин, Брянск. На еженедельном оперативном совещании в областном правительстве обсудили обеспечение приграничных районов цифровым телевещанием. Помимо этого губернатор Александр Богомас обратился к главам муниципальных районов по поводу хода строительства спортивных объектов. Пройдемся мы по главам и по работе, которая сегодня, я смотрю, идет очень слабо. Работа под личным контролем губернатора, строительство новых спортивных объектов в районах области. Прошел квартал года, а на некоторых площадках не то, что не начинались торги, не до конца разработан проект. Что вы ждете? Мы решили. Уже прошло два с половиной месяца. И вы то, что можно было сегодня приехать и решить, вы думаете, нет, мы завтра. А потом послезавтра. А потом получится на следующей неделе. И так вас идет из-за дня на день. Претензия к главам районов со стороны губернатора – отсутствие инициативы. Деньги есть, возможности тоже. А процесс строительства объектов затягивается, не успев начаться. Значит так, кто до 1 мая не проторгует, деньги назад, и пусть люди знают, кто им руководит в районе. Вы поняли, да? Вот. А там есть почеп еще, который… Почеп делает проект? Пусть делает. Передадим почепу. То есть раз так вы относитесь по-хамски к своей работе, я бы сказал, безответственно. То есть вам деньги дают, вам деньги дают, и вы сидите. А что вы сидите на стульях? Что вы ждете? Все, кто проторгует и начнут строить, вот как-то выполнение будет идти, так будем платить. Вы поняли, да? Селск. Экспектиза получена или оплачена? Карачево, ну что у вас с бассейном? У нас финансирование 379, должно быть, у нас уменьшили до 326. Так, у Нечи. Все согласовано, конкурсная документация практически подготовлена. Летняя? Сейчас мы работаем с проектным институтом УКС, значит, к ним уже приезжали. Сегодня как раз мы отработали вопрос о посадке издания. Еще одна тема оперативного совещания – работа Брянского ОРТПЦ в приграничных районах. Со стороны Украины предпринимались попытки взлома телесети. Оперативность персонала и техническая база позволили избежать попадания несанкционированного контента в сетку вещания в приграничных районах. При обнаружении неисправности дежурные пытаются, дежурная цеха Брянского ОРТПЦ пытаются ее устранить удаленно. Если этого не получается, то кратчайшие сроки направляются на объект специалисты аварийно-профилактической группы филиала. Направление данных специалистов на приграничные объекты происходит только после согласования с погрануправлением ФСБ России по Брянской области. По итогам проверки Министерства цифрового развития, Брянский ОРТПЦ стал одним из лучших региональных филиалов российской телесети. Дмитрий Кузнецов, Дмитрий Газин, Александр Власов, Дмитрий Матеров. Брянск. Брянская область претендует на первое место в России среди субъектов на лучшую подготовку граждан к военной службе в 2023 году. Наш регион уже стал лучшим в западном военном округе. Теперь конкурсная комиссия Минобороны будет выявлять лучший субъект федерации. Всего претендентов пять. Жюри уже прибыло. В Брянск председатель комиссии вице-адмирал Владимир Цемлянский встретился с губернатором Александром Богомазом. Брянская область стала второй по итогам 2022 года по подготовке граждан к военной службе. В 2023 есть все шансы стать лучшими в России. Об этом на встрече с губернатором говорил председатель центральной конкурсной комиссии вице-адмирал Владимир Цемлянский. И на сегодняшний день субъект, если мы сразу сравниваем с другими субъектами, которые номинируются на первое место в конкурсе, у вас такой серьезный ответ по баллу. Несомненно, та обстановка, которая сегодня существует и в которой живет регион, она нам тоже понятна. И все сложности. И, наверное, в этих рамках еще более актуальны становятся те вопросы, которые мы посмотрим. Александр Богомаз в шутку отметил, что после успешного 2022 года военком Брянской области Марат Урманцев пошел на повышение и был переведен на аналогичную должность в Санкт-Петербург. Сейчас военный комиссар Брянской области Ильфат Абзалов. И хотелось бы, чтобы ему дали подольше поработать в регионе. У нас тут нужно решать свои задачи. Но они общие задачи, но конкретно для нашей территории. После встречи с губернатором конкурсная комиссия продолжила свою работу в расширенном составе. В овальном зале собрались представители военкомата, главы департаментов образования, здравоохранения, физической культуры, внутренней политики. Тех ведомств, которые так или иначе задействованы в воспитании молодежи. Брянщина в числе лидеров по количеству участников добровольного российского детско-юношеского движения «Юнармия». У нас создается учебно-методический центр «Авангард». Как показывает практика лучших результатов в организации и проведении призыва добываются только те субъекты, где наиболее слаженно проводится совместная работа органов власти и общественных организаций. При этом военно-патриотическое воспитание молодежи проводится постоянно и при непосредственном участии руководителей субъектов. В прошлом году на срочную военную службу из Брянской области было призвано 2500 юношей. План Минобороны был выполнен. Мы переживали, как будет проходить призыв в условиях проведения специальной военной операции. И отдельное внимание было уделено, безусловно, это приграничным регионам. Брянская, Курская, Белгородская областям. И были приятно удивлены, что как раз здесь не было никакого ни прогиба, ни провала. Брянская область дважды становилась серебряным призером конкурса в 2013 и 2022 годах. В этот раз наши соперники – Архангельская область, Ставропольский и Алтайские края и Республика Бурятия. Уникальность конкурса на лучший регион по подготовке граждан к военной службе в том, что к нему невозможно подготовиться заранее. Это не как спортсмен, который через месяц соревнований начал бегать, прыгать, на какой-то режим садиться или как-то еще готовится. Вы сегодня показываете то, что у вас есть. Можно подготовить документы, можно поменять табличку на двери, можно сделать какой-то ремонт здания. Но нельзя изменить психологию отношений людей за 1-2-3 месяца. Конкурсная комиссия посетит ряд спортивных объектов, учебных заведений, оценит работу военных комиссариатов. По результатам этой работы жюри выставит итоговую оценку всему региону. Александр Новиков, Сергей Севастьянов, Анатолий Чекрыгин, Брянск. Будьте в курсе, самые свежие и актуальные новости на нашем официальном сайте губерния.тв. Заходите и читайте прямо сейчас. Жители Брянской области смогут подать заявление о голосовании на выборах президента по месту нахождения. По инвестпроекту в Брянске обновляется парк городского общественного транспорта. Выгонящих инженеролесничество оштрафовали за взятки от предпринимателя. В Брянской области продолжается строительство 12 спортивных объектов. Опубликован снимок старинной скульптуры девочки на территории БМЗ. Увидеть его и посмотреть другие новости вы сможете на нашем сайте губерния.тв. В Ледовом дворце Дядьково в воскресенье 10 марта спортивные эстафеты на льду и массовые катания собрали более 100 мальчишек и девчонок. Это часть регионального проекта «Первые на лед. Движение первых Брянской области». Торжественные открытия сменяют веселые эстафеты. Участникам предлагается, стоя на коньках, забросить мяч в корзину, забить шайбу и виртуозно объехать препятствия. У кого-то получается, у других – почти. Второй раз закидываю, только на второй получилось. Мне очень понравилось мероприятие, веселое настроение. Больше всего понравилось вокруг полностью питаться. Очень интересно. Всякие испытания проходить, зарабатывать жетоны. Жетоны, полученные за успешное прохождение испытаний, обмениваются на браслеты. Ну а самым быстрым и ловким в итоге достанутся ценные призы от движения первых. Впрочем, ребята говорят, пришли не за ними, а за настроением. Сегодняшнее мероприятие – вообще класс. Виктория – семиклассница. Профессиональной фигуристкой становиться поздно. Катается ради удовольствия два-три раза в неделю. Ледовый дворец сразу стал центром притяжения любителей активного отдыха от мала до велика. Даже ходят пожилые люди. Вот мы столкнулись. Мы уже им заранее говорим, как аккуратно выходить и вести себя на льду. Территория спорта – это наш Дядьковский район. Благодаря Александру Васильевичу Богомазу у нас появилось два современных спортивных объекта. Физкультурно-спортивный комплекс с плавательным бассейном. И вот этот замечательный, шикарный ледовый дворец, где на сегодняшний день развивается хоккей, фигурное катание. Ну и, конечно же, массовое катание для населения. Впереди еще многое предстоит сделать. В этом году лыжеролерная трасса планируется строительство. И, конечно же, для завершения такого спортивного кластера необходим капитальный ремонт нашего стадиона «Кристалл». Что тоже планируется? Да, что тоже в перспективе планируется. Что же касается движения первых, то в Ледовом дворце это пока первое, но, вероятно, не последнее мероприятие. Впрочем, запланированы и другие события. Движение первых очень сильно работает над тем, чтобы ребят оторвать от мобильников, от сидящего образа жизни. Как раз-таки такие мероприятия и позволяют ребятам пообщаться друг с другом, узнать общие какие-то интересы. В ближайшее время пройдут муниципальные, региональные этапы игры «Зарница 2.0». Это флагманский проект движения первых. Также у нас еще запланировано достаточно много мероприятий, которые уже совсем скоро анонсируем. И ребята будут участвовать в них активно, так как им это интересно и им это нужно. Ольга Макушникова, Александр Власов, Дядькова. Встреча, заигрыши, лакомка, разгуляй. Блины сопровождают каждой из дней масленичной недели. Не только в мирской, но и в монастырской жизни. Как готовиться к великому посту в Свенском Успенском монастыре, узнала Александра Савельева. Марина с мамой Антониной несколько лет посещали Свенский монастырь в числе прихожан. Последние полгода работают на кухне обители. Мы идем сюда с радостью. Даже устаем иногда. А утром встаем и идем с удовольствием, бежим. В основном, конечно, эту неделю все у нас идет. Приготовление блинчиков. Блинчики идут и с творогом, и с сыром, и с рыбой красной. Мясное уже здесь не присутствует по-любому. В основном блинчики, конечно, мы каждый день не получаются нас готовить. Но масляную неделю, утром, в обеде и вечером. Все стараемся по-домашнему, чтобы было вкусно. Именно вот вкусно для себя. Не как вообще пить. Сытно и с душой – главный секрет монастырской кухни. А еще все продукты здесь натуральные. Лично вот я приношу молоко. У меня свое подсобное хозяйство. Коровы, куры. Но у нас и курочки здесь есть. Сегодня готовят на 30 человек. Батюшек и добровольцев – помощников по хозяйству. Часть рациона составляют пожертвования прихожан. Много несут и рыбы, и красные рыбы, и молочные, и масло сливочное хорошее. Приносят очень много пожертвования. Сырная седмица или масленица предваряет Великий пост. Самый строгий и долгий в христианстве. За неделю до есть можно все, кроме мяса. Главное – умеренность. Хоть и сложно удержаться от добавки при виде таких разнообразных угощений. На время Великого поста исключаются продукты животного происхождения – молоко, мясо, рыбные, яйца. Такие рецепты, ограниченные постные, они тяжелее в готовке? Нет, они не тяжелее. Можно будет морепродукты вводить, такие как кальмары, креветки, меди. Но основу рациона составят крупы, овощи, фрукты и другие растительные продукты. Великий пост начнется 18 марта и продлится до самой Пасхи, 5 мая. Несмотря на долгое ограничение в пище, масленичная неделя – не повод объедаться. Православное празднование – это не пир живота, а совершение добрых дел. Помощь больным, нищим, пожертвование тем, кто нуждается в материальной поддержке. Воскресенье – искреннее каяние в грехах перед близкими. Александра Савельева, Александр Власов, Брянский район. В зале «Аншлаг» на сцене столичные актеры. В Доме культуры поселка Белые берега в минувшее воскресенье давали завещание Дон Жуана. Спектакль режиссера Андрея Бадулина коллективу местного завода «Снежить» представили актеры Центрального академического театра Российской армии. Как же я устал. Устал настолько, что вечный сон кажется сладким соблазном. Знаменитый Дон Жуан в исполнении народного артиста России Артема Каминского уже не молод. В нем непросто разглядеть соблазнителя, покорившего сердца сотен женщин. Он умирает от ранения, полученного на дуэли. Заставляет думать, размышлять, порой сопереживать, но все больше смеяться. А тот из захода солнца только сказал, что он должен быть уже в пути. О чем наш спектакль? О любви. О великом чувстве, которое держит этот мир, вокруг которого все вращается. И вот наш Дон Жуан, мой Дон Жуан, Дон Жуан театра армии, именно проповедник этого чувства. Ироничная комедия о любви на сцене уже в 147 раз. В Брянский поселок труппа приехала по приглашению президента завода «Снежить» Виталия Явельского. Это его подарок коллективу предприятия, большая часть которого – женщины. Такое посвящение любви, посвящение женщине, которое как раз и отражает, наверное, суть данного праздника. Поэтому я считаю, что это грандиозное событие и грандиозный подарок всему коллективу. Я приехал с семьей, с женой. Театр – это всегда прекрасно, всегда интересно. В это ответственное время, мне кажется, очень важно, чтобы люди были наполнены смыслами. А главные смыслы, они всегда в духовности. Духовность – это церковь и это наша культура. Все достаточно просто. Вот Дом культуры, он должен быть наполнен спектаклями, концертами, разными мероприятиями. Организовать гастроли столичного театра помог давний друг Виталия Явельского – Сергей Морозов. У них за плечами довольно тесное сотрудничество еще в бытность Виталия Явельского генеральным директором завода «Электродеталь». Постепенно завод стал таким центром культуры даже в Брянской области, потому что на нем выступала Казарновская, пела в цехах, имперский русский балет выступал на сцене, театр на Юго-Западе привозил спектакли свои, лучшие артисты, Жванецкий приезжал, лучшие артисты, актеры выступали. И все это поднимает тот культурный уровень. Там работала хорошо самодеятельность, мы делали там много разных мероприятий. Сегодня и на Брянском заводе «Снежить» Виталий Явельский меняет культурное пространство. Помимо спектакля театра российской армии, который, как ожидается, даст старт череде гастролей, известных коллективов и артистов, на заводе проведены масштабные работы по благоустройству, проводятся творческие вечера, спортивные мероприятия, оказывается благотворительная помощь местным школам. При этом Виталий Явельский уверен, он не делает ничего особенного, просто это его гражданская позиция. Ольга Макушникова, Александр Власов, Брянск. Интерес к раритетам не падает со временем, а найти редкие и ценные вещи можно на блошином рынке. Наш корреспондент посетил такое место. Вот это все советские, люди еще работают, вон черные, представьте, все советские, все честное. Керамическая посуда, бижутерия и редкие книги. Все это ждет тех, кто умеет искать сокровища среди ветоши. Центральный рынок, боковой вход. Посетителей встречают ряды старинных предметов и антиквариата. Вещи со всего Советского Союза и за границей. Немецкие, чехословацкие. Совершенно неожиданно можно найти очень интересные экземпляры. За глаза двоих карьер, за ресницы шикарные. Многие продавцы здесь торгуют десятилетиями. Они охотно идут навстречу и скидывают цены. Вещи для продажи им приносят знакомые и собственные чердаки и шкафы. Тут ассортимент огромнейший, всего полно. Ну, многие просто хорошие в том, что у некоторых этот товар в доме позалежался, там эти, сюда приносят, сбывают. Покупатели разные. Коллекционеры, искатели редких ценных предметов иногда приходят за чашками, чтобы восстановить разбитый сервиз. Ведь такие предметы пробуждают в людях воспоминания и ностальгию. Продавцы собираются с самого утра. Современные блошиные рынки не только места для продажи, но и клубы по интересам. Уже проверенные, опробованные, можно брать, доверять. И с человеком можно поговорить, он вернуть, если уж не так. Можем даже отремонтировать тут на ходу. Здесь специалисты, люди с опытом, пенсионеры стоят. Главная цель – подарить новую жизнь предмету. Литовская печать. Вот и вся наша радость. Блошиные рынки прекрасно развивают не только умение общаться и торговаться, но и внимательность. Это приятное приключение для субботнего, воскресного утра и любого другого дня, кроме понедельника, когда рынок закрыт. Кирилл Новиков, Брянск. Это был последний репортаж выпуска. Спасибо вам за внимание. До встречи.